Каль, привет! Ну, получается, что были случаи у меня в детстве, как-то я любил и погонять, и покататься, но так получилось, что где-то лет 15, когда родители уже уехали куда-то отдыхать, а я в свою очередь туда уже учился в Санкт-Петербурге, приехал домой, никого нет, нашел ключ от машины, сел, ну, все уже умеешь, все знаешь, взрослый же такой еще период, да, возрастной, и взял права у друга, и, блин, попал в ДТП, при том, я не был виноват на самом деле, Я ехал все нормально в своей полосе, человек справа разворачивался, и прямо передо мной я не успел ничего сделать, это был такой хороший, наверное, для меня урок Вот у меня, например, левая игра накачана больше, чем правая, потому что у меня керамическое сцепление на втором автомобиле, и, ну, действительно, реально, вот, то есть, два сантиметра разница, визуально не видно А вот у конькобежцев как, надо же беречь ноги, то есть, на механике вообще ездить нельзя, получается? Я, наверное, на механике езжу только, когда приезжаю куда-нибудь в Европу, да, и там беру машины в прокат, там у них еще эта тема популярна, что машины на механике А так-то у меня спорткаров-то особо нет, но у меня вот, да, правая чуть больше, левая чуть меньше, наоборот, получается, не как у тебя Ну, хорошо, там, не знаю, скрипачи, они берегут руки, да, а в твоем случае тогда что, нужно беречь ноги, и вот как там, не знаю, нельзя какие-то нагрузки, в том же зале, например, спортивном То есть, не-не, у меня нет никаких ограничений, потому что тренировок силовых мы делаем много, есть, конечно, в контракте прописывают то, что нельзя заниматься экстремальными видами спорта А я такой человек, который любит открывать для себя что-то новое, будь то водный экстрим, там, мотоциклы, я одно время говорю, увлекался, гонял Что еще, лыжи, сноуборты горные тоже обожаю, но чем, наверное, взрослее я становлюсь, тем больше ответственности появляется, в первую очередь, это мои двое замечательных пацанов, которые растут, да, уже А сколько сыну? Два с половиной года практически, ну, 2,4 Ну, а за руль-то уже сажал или еще нет? Ну, не, по поселку мы ездим, у нас аккуратно, опять же, это все ограничено какими-то улицами скромными, он так рулит, да, у него есть свой уже автомобиль, небольшой такой джип, который он пытается заводить, там, но обычно упрется в стену и не может больше от этой стены никуда уехать Ну, а ты в детстве мечтал все-таки об автомобиле, вот была какая-то такая детская, знаешь, как, вот я хотела железный грузовик А у тебя все-таки была какая-то детская мечта автомобильная? Ну, это даже не детская, конечно, когда ты там подросток и еще я, в принципе, такой поклонник Формулы-1 был на нескольких гран-при и тогда доминировал Шумахер на Феррари, мне прям так хотелось Феррари, ну, это не детская мечта, уже скажем, такая больше юношеская мечта, да, как-то, блин, Феррари, Феррари, как же хочется Феррари Ну, вот сейчас я понимаю, что Феррари, если в моем гараже будет, то это будет минимум пятая машина, потому что то, где мы сейчас живем, это все-таки Россия И пока, наверное, я не готов покупать Феррари и ездить по тем дорогам, которые у нас есть, хотя они не такие плохие, но еще не для Феррари, да, у нас еще есть зима, у нас еще есть снег И поэтому пока такой возможности, чтобы ездить на Феррари раз в месяц у меня нет А какие машины в гараже? У меня, ну, четыре машины, получается, наверное, Audi A8, это вот моя одна из последних любимец, да, которые открыл для себя Сейчас Mercedes, у жены GLK, у меня GL И еще есть такая маленькая Nissan Micro, она у нас для водителя, там, отвезти, привезти какие-нибудь еду, продукты, ну, и так по стройке дела какие-то порешать Ты знаешь, мне всегда казалось, что он на A8 ездит с водителем, но никогда не на Nissan Micro, как-то у тебя приоритет Не, ну, я на Micro не езжу с водителем, а не водитель ездит Нет, я поняла, но просто все равно, да, то есть Он меня периодически возит на A8, но я, честно, да, я когда ее взял, я ездил в основном пассажиром А вот сейчас в Коломне был сбор, и я решил проехаться на ней сам И вот последние две недели езжу только на A8, я езжу за рулем, честно, открыл для себя заново эту машину Ваня, я нашла много разной информации в интернете, что ты в одном интервью доволен подарком после Олимпиады Ванкувера А в другом недоволен Все-таки расскажи правду Правда Тебе презентовали Q5, насколько я понимаю Да, но у меня до этого уже был 220-й Mercedes, который меня тоже, в принципе, устраивал всем Это подарок президента, как можно быть им недоволен? Конечно, я был доволен, счастлив и благодарен тем подарком, который нам сделало государство Но, в свою очередь, подарил эту машину своей супруге У меня как раз родился сын, и я, ну не знаю, мне кажется, сделал правильный шаг, и она была очень довольна Ну и в итоге поменяли со временем уже на рождение второго сына на JLK, так что наклейки не пришли А с рождением третьего сына на что поменяется? С третьего? Ну она все хочет, наверное, какой-нибудь спорткар, да, если нравятся эти кабриолетики Ну не спорткар, а больше, наверное, такие машины для дам Но пока, опять же, я не готов загадывать, будет ли третий Сейчас для меня бы справиться, потому что детям надо внимание А с моей работой, конечно, тяжело уделить то внимание, которое хочется своим детям Поэтому на сегодняшний день мы решили ограничиться на двоих Ну а через пару лет посмотрим Время летит незаметно А на какой автомобиль мы сегодня будем смотреть? Мы перечислили весь твой парк из четырех машин На чем ты сегодня приехал? Не, ну, наверное, все-таки А8, да, А8 это то, что вот сейчас Прям последние две недели в моей жизни Я каждый день езжу на тренировки на ней И вожу сына в садик Единственное, что кресло сегодня я детское вытащил Потому что с утра уехал чуть раньше на тренировку, чем он поехал в садик Поэтому супруга его отвозила Ну что же, Ваня, пойдем смотреть машину? Пойдем! Ну рассказывай, какие диски Проведи мне экскурсию Ну ты же все-таки мальчик, давай Да? Понятно Девятнадцатая Девятнадцатая Странно, а что такие маленькие диски у меня Я даже не знал, что у меня девятнадцатая Здесь еще не до конца у меня комплектация Вот следующая должна выйти в декабре Вот там будет вообще, можно будет заднее сидение Она будет как эта, как кровать у меня одна Там, чик, эта передняя, она клоняется Такая подставка выдвигается И можно отдыхать, лежать И телевизоры хочу тоже поставить Вот коньки Коньки Слушай, ну они специфические Вот в моем понимании обычные коньки Они отличаются все-таки, да? Не, не, у нас крутые коньки А расскажи Вон, да Ой Да, это специально для удлинения шага У нас последние несколько лет мы бегаем на клапах Называется, клап скейт Да я не могу морозить чемпиона Давай присядем Да, пойдем Ваня, сколько ты на ней уже ездишь? Вот да, почти год Ну опять же, я начал ездить на ней так, чтобы сам вот летом, да, уже А все-таки зима у меня и осень прошлая И весна провели на Джеэле И провел на Джеэле я Бывает сейчас перед Олимпиадой Особенно очень много заморочек И все тебя хотят Везде надо быть И помимо того, что тренируешься Часто приходится ездить в город И не сказать, что я вот, типа, не езжу с водителем Потому что я вот такой Да потому что необходимость Реально тяжело бывает Когда ты едешь на какое-то мероприятие Где надо быть там позитивным, агрессивным Да, рассказывать, показывать что-то И до этого ты три часа так Пробки простоял Да, какая потом у тебя позитивная может быть реакция Есть какие-то в автомобиле опции, которые тебе больше всего нравятся Или которыми ты чаще всего пользуешься Экран закрываешь и открываешь Прекрасное занятие в пробках Здесь я очень долго разбирался в этой консоли Я купил диск, вставил И думаю, как ты работаешь Ну вот радио понятно, телевизор понятно Где сиди, вы тоже вот А8 сделали Не могли сделать кнопочку еще одну Сиди, нажал, чтобы переключил Надо заходить там в саму систему Что вот сейчас даже оставь мне включить диск Диск вставлен Я не знаю, найду я или нет А вот это что? Это просто Ну вот ты вставила его и все Ну правильно И нифига он не загорается Не идея Вот я все опять забыл, видишь? Иван, спасибо тебе огромное У меня столько эмоций от общения с тобой Я хочу тебе пожелать в первую очередь Чтобы на ближайшей Олимпиаде Все-таки у тебя появился еще один автомобиль После ближайшей Олимпиады Вот, да Мы говорили, какой автомобиль я подарю супруге За третьего ребенка Наверное, тот, который постараюсь выиграть На Олимпиаде в Сочи Так что сделаем все возможное Чтобы выступление было достойным Наша олимпийская сборная команда Готова на все 100 проявить себя по максимуму Ну, конечно, при поддержке нашего болельщика А я уверен, что он будет там И будет гнать нас вперед И обещаю, медали будут Ну что же, мы в свою очередь будем за тебя болеть Спасибо большое, что ты у нас сегодня был Спасибо вам Всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok